Тоже слякоть, которую ты в трепу ленции распределишь. Ну, голубизны не хватает. Может быть и бирюзу даже. Ты же только ультрамалин выдавила. А существуют же еще и другие третики. Потом распределишь. Ну, можешь сейчас вот так вот распределить полностью. И уже просто выгнать цвет. Там же есть голубизна, сиреневинку-то и так уже приметилась. Чуть активнее в цвете. Добавляешь, если что, влагу. Ну, сначала распределишь. То есть, на кусочки ты полностью распределишь. И добавляя цвета, доупакуешь темность. То же самое, доупакуешь темность. Потом возьмешь коричневости, красноты, синенькости. И начнешь набор вот этих пятен. Где надо более смуклых. Где надо более синие. Где надо более коричневого. И у тебя будет формироваться. Вот пушистенько так наберешь. Пока кораблика у тебя нет. У тебя есть вот эта вот скала. Ну, я бы добрал бы, чтобы этот холстяк там не светился. Все-таки упаковал. Смотри, какая глянцевая упакованность краски. Вот что это? Вот это вот что? Нет, это же безобразие. То есть, упаковать. Как раз упаковать краской. А не что-то там порисовать. Вот это нам там не нужно. Нам нужна очень тихая упакованная среда. На которую придут несколько облачков. Вот на эту упаковочку придут облачевники. Все. А рябить там импрессионизм создавать не надо. Это другой ракер письма. Вот казалось бы. Ты же у меня уже такая область. А простецкую задачу? Посмотри, какая будет плосная упаковка. То есть, я с веществом зашел. С веществом. Я упаковываю это небо. Ты его мусолишь, а я его сейчас упаковываю. То есть, некоторую плотность краски задаю. Посмотри, какая плотная атмосферка. И на ней действительно любой звук белый прокричит. А на этом хламнике, который ты до сих пор удерживаешь, не прокричит. Любой звук на этой плотной прокричит. Поняла? И есть там эта плотность. Она теняет эту прозрачность. Теных. Живенько все. Ну, давай теперь кораблик наметим чуть-чуть. Наметим. Давай только, чтобы он там не упирался. Давай всю эту темноту наметь, наметь, наметь. Идею дальних гор тоже вот мягко там подсунь. Какие-то цветики задействуй. И зеленотик воды. Вот по такой траектории. Вот такой вот. Вот такой. Давай. Ну, сейчас к кораблю. Кораблик. И не вот это движение, а вот это. Вот это. Вот это. Лодочный мазок. Значит, по углу. Иначе это будет другая композиция. Прямо узенькое пятно. И вот этот мазок, а не вот этот. Вот этот бороздящий. Кистью накидаешь эту бахрамистую. Дашь вот этот светечек. Чтоб он создал эффект контражурного света. Не хватает его чуть-чуть. Этого контражурного светика. Вот он. Вот он. Да? Сразу как-то свет в картину пришел. Вот эти поубирать бы. Чтоб они не сбивали с толку, что свет не там. А наоборот, это место заслонило свет. И подбросить светлых. Но лучше пальцы в этом месте, чтобы тихо лег. Ну и все-таки светика не хватает. Прямо взять тряпочку и перемолоть на более светлой. Взять теплость чуть-чуть. Может быть, теплости коричневого. Взять теплость. Вот здесь очень красиво остались наши вот эти чирки. Немножко продолжить рисунок чирками. уточняя вот эти силуэты. Тоненькой кистью мы догонимся потом. Но сначала давай создадим... Да вот эту вот форму я как-то не понимаю. Но здесь сложно, здесь надо копошиться. То есть, собственно, здесь единственное сложное место. Это корабль. Свет из-под киневой. Забыла. Нет, не забыла. А нету. Я просто еще... А посмотри. Да, я просто еще его... Вот этот вот кусок, вот туда-сюда. Оно? Да-да-да. Немножечко напусти цветик, тональности и подсунь туда резьбы. Сейчас и сейчас вот такие вот цветики и тональности. Вот, а потом тоже немножечко помоделируй освещенности. Прежде чем мы туда подложим красочку, сначала чуть-чуть почертим. Здесь тоже чуть-чуть подчеркиваем. Ну, я пока краску туда вогнала, туда вот примерно объемно, чтобы... Смотри, вот потом сверху на это немножко ляжет красочка, ну, немного. Но у нас уже будет тихонький чертежик. Не за счет густой краски, а наоборот. Тихонький чертежчик. Вот эту скальную идею. Да ты что, посмотри, как с ними хорошо. Ну, так. Разбил коричневого, чуть-чуть розовенького. И раздавлено плотно, чтобы прямо материализовалось оно. Ну, а уже теневая, тихонькая. Ну, тоже немножко степлиночка, не только. Чуть-чуть. А, чуть-чуть дать все-таки. Угу. Теплохолодности. Какие замечательные меры вещества дает палец? Хорошо, плотно тогда, правдоподобно, здешне. Ну, вот такой ярко. Тоже теплиночка, розовиночка, коричневиночка. Вот эти вычитания ем, когда вот положил с запасом, потом вычил нормальный ход в живописи. Плотность пятна, да, за счет густоты краски. С темненькостями подыграет. Всяких там ритмично уходящих кукушечек. Опять же накидала, чуть-чуть. Чуть-чуть взяла. Порезала. Порезала. Готова конструкция. Правда? Да. Подбросила, подчиркала. Можно первые намеки на вот эти вещи. Потому что корабль сразу от этого станет богаче. Узнавая имей, как корабль. Вот там пространство неба просвечивает. Ну, или вот пекна. Давай, чертежечек чуть-чуть. Вот он прямо с силуэтом. Не окружностями только. То есть с правой стороны только по окружностям. А здесь и неким букетиком. Это красивенький мотив. Вот прямо сделать его вот. Вот этот зигзаг облаков. А потом кисточкой прибавишь к нему. То есть и темность небочка подсунуть. А потом кисточкой прибавишь к ним вот эти вот полосочки по краям. Вот. Прям бухгий, да? Смотри, в этом немножко полосочки, а здесь чисто полосочки, но тоже немножко силуэтом они по отношению. Вот провал там, небо там. Давай. Здесь как? Слишком много облаков. И вот их силуэтность показал бы. Чуть притемнил бы уголочек и мастикинчиком потом бы придавил бы. Хорошо, проделки может делать, но укладывать она не умеет. А там нужна укладывательная стратегия. Немножко порядок себе на поле, на виде пенушек, приткнуться некуда. Лежачей кистью чуть-чуть очертишь. Чуть-чуть очертишь вот эти краешечки. Вот этот светик с той стороны немножечко уложишь. Там они по нескольку. Хорошо? Вот таких вот вещей. А где-то даже свет вот так, что целая крупненькость появилась, да? Есть там и такое тоже. И здесь можешь тоже чуть-чуть уже доиграть кистью. Вот тоже легенькие звучики очерченности. Вот здесь есть тоже чуть-чуть. Смотри, может быть усложнить дырку. Смотри, усложнить сюжет дырочки. И повесить там потом что-нибудь. Посмотри, как там хорошо висит. Может быть увеличить. Сот километров. А чтобы... Ну тогда она должна быть... Чтобы было что нарисовать здесь. Ну да. Хорошо? Давай. Пятного. Чуть-чуть. Вот она, плотность. Лежачая кисть. Вот этой слоености скальной. Чуть-чуть придашь. Хорошо? Давай так. Где-то должна быть и тенистость этого места. Есть там, да? Прямо вот кое-где аж вычерченность места. Есть, да? На картиночке. Что-то такое. Может быть еще немножечко порисовать подробности. Вот этими царапочками. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Такой рубленный характер камня. И потом чуть-чуть мазочка поля светлые. Давай еще пару бликов. Пару звуков бликующего характера. Чуть-чуть теневых световых. Вот это слишком чистый цвет для этого места. Наверное, все-таки припачкать. И начнем уже кораблик возделывать окончательно. Я вровень. линии горизонтика. И цвет из-под теневой. Всегда хорошее звучание. Да, он сразу в пространстве стал. Так, ну а теперь берем кисточку и начинаем вычерчивать. Протягиваешь. Кладешь. Протягиваешь. Кладешь. Протягиваешь. Подпустишь грязцы, которые там виднеются. Больше лежачей кистью это все делаешь. А здесь вот совсем светлая. Ага. Мелик такой. Я знаю, вообще немножко светло. Так, у нас с тобой вот эта штуковинка, которая, сейчас посмотрим, чем ее, надо же чем-то закончить ее. Ничем. Вот чем? Там следующий этаж этих. А нам, наверное, флаг, да? Пускай флаг. Можно у флага показать намек на разные цветики. Какой-нибудь символ там, да, нарисован, допустим? Ну, к примеру, я не знаю. Светлые звуки на мачте, там, где предположительно мог бы достать свет. То есть здесь явно мог бы, да? Потому что он и парус осветил. Вот он, ударился и парус осветил. А там внутри он тоже чуть-чуть светил, потому что с той стороны свет, но не такой убедительный. Хорошо? Похожим образом поступишь и вот с этими местами поставила. И рыжеватость подсунула. Поставила. И рыжеватость подсунула. Рыжеватость. Хорошо? Вон, как у него появляются эти рыженькие так сразу. У меня есть вот этот инструмент. Смотри, он белым на темном. Темно-белым, да вы зажимы идеально. Осталось вот это вот только. Все эти штучки такие. А, ну и тут еще мячок надо будет поставить. Там еще торчалочка готовила. И ее вытащишь. К ней уже чуть-чуть. От этих. От них еще чуть-чуть. От этих. Ой, посмотри, как с этим чертем ловликом. Красота. Везет же. Людям. Правда? Угу. Там еще и тут сетка такая. Ага-ага. Ой, какие они хорошие. Ой, какие они хорошие. И там кто-то подтарчивают. И здесь подтарчивают. И лесенки различимы. И какая-то. А, ну да. Я вот ее пытаюсь. Там плюс традочка. Чуть-чуть. Есть. 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 О, вон, где он. О, вон. О, вон. но как с этими ниточками все можно практически уже и нечего из-за ниточек все преобразит это ниточкам то что мы сделали она такая жирная, вот это немножко убрать, затушить ну тут нормально же, да? да, да, супер тоже от него чуть-чуть что-то так, где вы там еще? ага-ага вот там еще корма корабля и еще туда вот по такой траектории идет змейкой на нос смотри, змейкой на нос ладно? то есть она малоразличима, но она есть вот это движение туда смотри, даже нос, который чуть-чуть подпрыгнул над бокой и вот туда нос, вот туда пошел? слушай, а это что? ой а вот это что? а это палка в бок в бок она, да? ага ну, если удастся тебе вкусненько сделать не удастся если вообще поперек, то не пушь там откунь становится откунь становится я в опеку так вот вот Продолжение следует... Продолжение следует...